Так здорово вместе славить Господа! Друзья мои, слава Богу, что такие мероприятия уже в городе организуются, там собираются несколько церквей, мы дружим, мы организовываем единство с другими церквями, и это нравится Господу нашему Иисусу. Я верю, что через это придет в город прорыв, пробуждение, что через это Бог будет действовать чудесами и знамениями. В моем сердце не перестает существовать мысль о том, что все-таки пробуждение пойдет из Сочи. Вы можете в это не верить? Я верю, понимаете, я верю, я вижу, как это происходит, я вижу, как мы начали конференцию, бизнес-конференцию еще, пастор Владимир, Вартан, Армен, они тогда начали, вроде потом по какой-то затишье было, сейчас мы немного трансформировали, опять начали, я смотрю, как это распространяется по всем городам. Правда, нас не зовут, но без нас делают, но и слава Богу, это тоже хорошо. Потом мы вот эту конференцию провели, пусть горит твой огонь социальную, мы видим, как сегодня уже загорелись во многих городах, мы сейчас были в Челябинске, проводили эту конференцию, вам привет из Челябинска, всем. Мы договорились с пастором Андреем, который там руководит церковью, если кто-то здесь недоволен жизнью, мы отправим его в Челябинск на миссию. Он сказал, что он примет вообще без вопросов. Мы когда были в Челябинске, я понял, что такие города, они пламенную любовь вызывают в городе Сочи, просто возбуждают ее, понимаете, так вот. Если вы как бы вам, ну, наскучило в городе Сочи, съездите в Челябинск, вас там ждут, у вас там есть братья, сестры, и они вас встретят. Это серьезно, встретят. И вы посмотрите, насколько вы благословлены, друзья. Мы иногда вот это теряем из виду, что Бог нас благословил. Иногда у меня спрашивают, как дела, и я просто отвечаю, я живу в Сочи. И люди говорят, ну, понятно, все. Это вот для многих уже такой показатель, да. Поэтому, слава Богу, мы видим, как там провели эту конференцию, и она уже расходится. Там был пастор из Израиля, он говорит, все, давайте у нас в Израиле проведем конференцию. Потом мы в Санкт-Петербурге будем проводить эту конференцию. Сейчас еще идут переговоры с некоторыми городами. И в этом участвуют разные конфессии, разные церкви. И мы видим, все начинало в Сочи. Понимаете? Это так здорово. Это так здорово. Поэтому цените это, цените это, пожалуйста. Молитесь об этом. Пребывайте в этом. Слава Богу. Сегодня мы видим, может быть, в церкви чуть меньше людей, чем обычно. Но этому есть причина, такая радостная причина. Мы начали новое служение в городе Лао, или в поселке Лао, как правильно называть, я не знаю. И сегодня еще, можно сказать уже, мы, конечно, так не говорим громко, но можно сказать так между своими, что еще одна церковь, Ковчег, возникла в Лао. Конечно, мы дадим целый год для того, чтобы это произошло становление, чтобы не опережать события. Но в моем сердце она уже родилась. Понимаете? В моем сердце она уже существует. Может быть, там сегодня немного людей соберутся. 15, 20, даже 10 человек. Но в моем сердце это уже начало. Хорошее начало. И мы на следующее, не на следующее, а вот в рождественское, наверное, собрание, мы благословим целую команду. Они придут сюда. А, в январе, извиняюсь, в январе мы договорились на причастие. Мы благословим команду и уже официально их вышлем в город Лао и официально скажем, что у нас там служение. Это уже шестая церковь, друзья мои. За такой короткий период, 10 лет, у нас 6 церквей. А еще есть неофициальные церкви, которые откололись от нас и начались. И мы тоже считаем их своими. Это тоже наш плод, и слава Богу за них, друзья мои. Я радуюсь, что они служат, и слава Богу пусть служат, и это хорошо, и вы не критикуйте. Ну, просто любите свою церковь. Любите свою церковь. Недавно приезжал сюда пророк, и он такую фразу сказал. Он не знает ситуацию. Это 80 лет человеку из Америки, из Соединенных Штатов. И он приехал, и он сказал такое, передайте людям в этом городе, передайте пасторам в этом городе. Пусть не переходят из церкви в церковь. Если вы ушли из церкви, вернитесь назад. Говорит, потому что время коротко. Для того, чтобы принести плод, надо в церкви примерно 5 лет, чтобы корни пусти. И потом плод приносить. Он говорит, нет у вас этого времени. Возвратитесь назад, где вы насаждены. Друзья мои, везде все одинаково. Везде есть люди. Не ищите совершенной церкви. Ее не существует. А если найдете совершенную церковь, не ходите туда. Испортите. Все очень просто. Пусть она остается совершенной. Испортите. Так что, друзья, славу Господу за те события, которые происходят. И мы накануне Рождества давайте вот этот праздник отметим все вместе. Пусть этот дом просто трещит. По швам от количества людей, которые придут. Для того, чтобы прославить Творца, который родился нам. У нас будет хорошее собрание. Будет небольшое слово. Потом мы соберем особенное даяние. Мы говорим, что в конце года мы приносим особенное даяние. Которое мы тратим на создание или на созидание церкви в материальном плане. На благословение других церквей. Друзья, у нас есть откровение. У нашей церкви есть откровение. Мы в нем двигаемся. Мы хотим помогать другим церквям. Строить Божьи дома. Физически. И в этом году мы потратили хорошую сумму уже, благословляя другие церкви. Вообще, не нашу только, вот не с нашей деноминацией. Просто Бог говорит нам, показывает. Мы с кем-то встречаемся, видим нужду. И мы благословляем. И вы слышали епископа. Нашего епископа, начальствующего. На конференции кто был. Он сказал, что мы нуждались. И послушайте, это дорогого стоит. Он сказал, церковь Ковчег, вы, то есть, это вы, благословили самую крупную сумму из всех церквей России. А в нашем союзе больше пяти тысяч церквей. Больше пяти тысяч церквей. Вы благословили самую крупную сумму. Это дорогого стоит. И Бог поднимает нас, и будет еще поднимать. Аминь. Слава Господу. Поэтому давайте в Рождество. Заглянем в свое сердце. Приготовим особенное, особенное пожертвование. Я верю, что через это Бог благословит ваши дома, вас самих, ваши бизнесы и все остальное. А мы с этого особенного пожертвования благословим и других людей, кто сегодня строит. Я знаю, сегодня есть у нас друзья, которые строят революционные центры. И нуждаются в финансах, потому что у них нет их. Я знаю тех, кто строит сегодня церкви. И тоже нуждаются. И как им будет приятно, что мы их благословим. А мы их благословим. Слава Богу. Вы знаете, недавно ко мне обратился один епископ. У него большая и довольна церковь. Большая и довольна церковь. Не буду называть где, поймете. Тысячная церковь. Можете представить, тысячная церковь. И он мне говорит, Олег Васильевич, хочу попросить вас о просьбе. У нас скоро 30 лет церкви. И у нас есть нужда финансовая. Нам нужен вот экран, как у вас. И мы посчитали, он стоит хороших денег. Очень хороших денег. Ну, очень. И он говорит такой, я не знаю, почему я обращаюсь к вам, но вас Бог как-то особенно благословляет финансами. Я говорю, подождите, у вас тысячная церковь. И у нас там церковь по сравнению с вами еще не так большая. Он говорит, вот знаете, я верю, что вы сможете. Я говорю, спасибо за вашу веру. И вначале так возмутило меня. Думаю, ну, понимаете, ну, это немалые деньги. Где мы их возьмем? А потом я перед Богом встал и говорю, Господь, а позволь нам найти эти деньги и благословить этих людей. И знаете, для Бога нет ничего невозможного. И я верю, что мы сможем это сделать, друзья мои. Даже без ущерба, без особого напряга. Просто Бог покажет свою славу, не нашу. Я не хочу, чтобы мы пиарились. Я хочу, чтобы Господь через нас прославился, друзья мои. И то, что мы делаем, мы делаем не для того, чтобы говорили, вот церковь, ковчег там, богатый церковь. Пусть так говорят, пусть благословляют, я не против. Пусть благословляют. Мы делаем это для того, чтобы людям сказать, если мы это смогли, и вы это сможете. Не потому, что мы такие, а потому, что Бог у нас такой. Аминь. Слава Богу, давайте ему воздадим хвалу. Друзья мои, я долгое время проповедовал серию проповедей, которая называлась «От пастуха до царя». Я говорил о характере Давида, о чертах характера Давида, которые помогли ему стать царем. Я специально не трогал этот период, когда Давид царствовал. Там уже другие качества его характера проявляются. Но я брал этот период, когда он становился царем. Когда он был простым юношей, пастушком, которого даже не позвали. Когда пришел пророк Самуил для того, чтобы помазывать на царствование детей Исея. Его даже не было в числе этих детей. Даже отец не думал о том, что из этого подростка может получиться царь. Знаете, Бог думал по-другому. Тогда, когда другие люди Давиде не видели вообще никого, Бог уже в нем видел помазанного царя. Сегодня тоже так же в нашей жизни, может быть, люди смотрят на тебя и не видят, кроме нытиков, тебе никого. Но Бог уже видит в тебе царственную особу. Бог уже видит в тебе дарование. И Он развивает. И я верю, что однажды ты войдешь в призвание Божие и исполнишь его, став действительно царственной особой. Есть сказка такая «Гадкий утенок», помните? Гадкий утенок, который впоследствии стал лебедем. Это вот наш путь во Христе. Мы приходим гадкими утятами, но потом в нем, в нем, именно в нем мы преображаемся. Мы становимся красивыми. И это путь каждого из вас, друзья, если вы следуете за Иисусом Христом. И мы видели, как это произошло в жизни Давида. Да, это непросто было. Его где-то и гнали, не доверяли, обижали. Он проходил поприще свое, но в итоге он стал помазанным царем. И мы разбирали эти качества, которые помогли ему стать царем. И сегодня я хочу закончить эту серию проповедей, потому что в ней вообще не остановишься. Можно разбирать и разбирать еще этот период. Там много чего можно найти. Но я хочу просто вот так усилием воли положить конец этой серии проповедей, потому что есть другие вещи, о которых надо проповедовать. Бог дает нам слово на год, и мы должны фундамент этого слова или основание к этому слову заложить. А сегодня я хотел бы завершить, это будет одиннадцатая проповедь, вот эту серию от пастуха до царя, таким посланием, которое называется «Уверенность в победе». Уверенность в победе, друзья. Или «Как нам научиться быть уверенными в победе». Кто занимался спортом, тот знает, что огромное значение для победы имеет настрой. Вот как ты настроен, как спортсмен настроен, как команда настроена. И я с уверенностью могу сказать о том, что если у вас хорошая профессиональная подготовка, спортивная выправка, но нет вот этого настроя, вы можете проиграть гораздо слабее вас команде или сопернику. Так всегда бывает. Я помню, как у нас в поселке приехала команда профессионалов по хоккею из Нижнего Новгорода. А у нас была команда любителей. Там были собраны почтальоны, слесари, водители. Знаете, на местном уровне они играли в хоккей. И вот такой товарищеский матч организовали, чтобы поддержать нашу команду. На лед вышли, помню, такие игроки, мастеровитые, они в такой форме. Там форму только можно было разглядывать. Наши вышли там заплатанные. Помню, кто был в поселках Рос, видел вот эти становления хоккейных, футбольных команд. Там из чего было делали форму. Где-то покупали. Тогда еще в советское время заканчивалось период такой перестройки. Тяжело было что-то приобрести. И вот наши вышли, они по сравнению с ними галадранцы, извините за это выражение. И началась игра. И нашим как-то повезло, вот нашим поселковым, я их называю, наши. Они забили быстрый гол. И они воспряли просто духом. Они порвали эту команду профессионалов. Весь поселок сбежался. Там молва быстро передалась. Все сбежали. Все болели за нашу команду. Они просто там такие пируэты делали. Откуда они это взяли? Они никогда так не играли. Но в этот момент какой-то настрой у них был особенный. И они просто победили профессионалов. Разгромили их с большим счетом. И я увидел, насколько важен настрой. Друзья, если настрой совпадает с профессионализмом, то вообще нет вариантов победить у этой команды или у такого человека. В Библии есть история о том, как Давид одержал победу над соперником, который гораздо был его сильнее физически и оснащеннее его материально. У него было копье, щит, меч. А Давид вышел с прощой и с пятью камнями. Но эта история началась с того, что его соперник по имени Голиаф пришел на поле сражения вместе с филистимлянами, которые вышли против Израиля. Сражаться. И вот этот Голиаф вышел и стал сорок дней проповедовать армии Израиля о том, какие они неугодны. И практически в одиночку сломал их морально-волевой дух и победил армию. Армия Израиля была настроена на победу. Они приготовились к войне. Так написано в первом царстве 17 главы. Там сказано, что Израиль приготовился к войне с филистимлянами. А это значит, они отобрали воинов, поставили их в определенный порядок, вооружили их, дали им тактику и стратегию, как нужно воевать. Обозначили разные сигналы, когда наступать, когда отступать. Пришли на местность, провели рекогностировку, военный термин осмотр на местности. Посмотрели на это, на все. И видно, разработали тактику и стратегию ведения сражения. Но какой-то один воин, вышедший, пусть даже самый сильный, пусть даже самый большой, вышедший против них, отменил всю их тактику и стратегию. И они забыли, зачем они пришли. Они были в испуге. Они впустили страх. Им надо было воевать. Они пришли воевать. Так и воюйте. Зачем вы слушаете? Вы же не пришли слушать. Если бы сказали командиры, сейчас идем слушать помазанного филистимского проповедника. Вот он и придет и будет нам рассказывать проповедь. Ваша задача 40 дней слушать. Такой задачи не стояло перед ними. Задача стояла сражаться с филистимлянами и разгромить их в этом бою. Настрой определенный. Написание говорит, что написано, смотрите, написано, что все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. История бы закончилась полным разгромом израильской армии. Я вообще не могу представить, один человек победил всю израильскую армию без сражения. Даже сражение не началось. Даже никто с силами не померился. Он уже победил. И если бы не Давид, то так бы и случилось. Это бы армия попала, Израиль бы попал в рабство. Знаете, нечто подобное делает дьявол в отношении нас. Он использует самое эффективнейшее его оружие – страх. И еще до сражения нас с чем-то, он одерживает победу. Он отменяет ту тактику и стратегию, которую дает нам Господь. Мы заболели, и Бог дает нам стратегию. Ранами моими вы исцелены. А дьявол приходит и начинает проповедовать. Он говорит, это болезнь. Неисцелимо. Никто еще не исцелялся. Ты безумный человек. И приходишь к врачу, и врач тоже под диктовку дьявола говорит, нет шансов. Такие диагнозы ставят. Но подожди, есть тактика и стратегия. Начни сражаться. Ты еще даже в битву не вступил. Ты еще не начал ничего, а уже проиграл, потому что страх был использован против тебя. Но давайте посмотрим на Давида, как он поступил в этой ситуации. Что он сделал для того, чтобы учиться от Давида вести сражения и одерживать в них победы в своей жизни. Посмотрите, 1 царств, 17 глава, 26 стиха. Здесь написано, и сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлина и снимет поношение с Израиля. После того, как он услышал проповедь Голиафа, он эти слова сказал. И дальше он говорит, ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? Послушайте, Давид, как истинный еврей, прежде чем вступать в сражение, узнал о награде. Он говорит, вообще, что будет-то вот за то, зачем, вообще, зачем мне в сражение-то вступать? Что будет тому человеку, который вот голову снимет с этого необрезанного? Друзья мои, награда в любой, в любом сражении, награда за победу имеет важную роль. И нам не надо ее упускать. Мы иногда настолько религиозны, что мы не смотрим на награду. Я все делаю для Господа. Ой, ты молодец, красавчик какой. Так молодец, правильно говоришь, что на белочку похоже, но правильный ответ Иисус. Вот у нас правильные ответы есть. Как твои дела? Слава Богу. А расшифруй теперь. Слава Богу плохо или, слава Богу, хорошо? Ну, слава Богу, это слава Богу. А что это значит? И вот мы привыкли пользоваться такими религиозными клише в своей жизни. И мы их произносим. Мы уже перестали нормально говорить. Мы уже не говорим общение, мы говорим домашка. Мы уже такие вот, знаете, в клише. И эти клише, они играют с нами порой злую шутку. Мы порой теряем награду, которая нам дана от самого Господа. Я не видел ни одного соревнования, которое проходит без награды. Даже товарищеские матчи, они и то определяют, кто победил, и там дают вымпел какой-то или еще что-то. Вот в Боге, когда мы ведем сражение, тоже есть награда, которую мы часто упускаем. Вот Давид сразу говорит, а что будет за то, что я одержу победу? Ему там рассказывают обо всем об этом. Я однажды проповедовал, говорил об этой мысли. Ко мне подошел один человек и говорит, вы знаете, вы неправильно проповедовали, потому что все-таки награда Господу. Я сначала не нашел, что ответить. Думаю, ну да, где-то может быть он прав. А потом меня осенило, когда я стал размышлять, что не награда Господу, а слава Господу. А награда нам. За все наши победы Бог награду себе не берет. Он берет славу себе. Ему не нужна награда. А награду Он дает нам. Посмотрите, что говорит об этом Павел в первом послании к Коринфянам в 9 главе с 24 стиха. Он пишет, не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду. Он говорит, все бегут на ресталище, но один получает награду. Дальше он говорит, так бегите, чтобы получить. Что получить-то? А я думал по мордасам. Он говорит, так бегите, чтобы получить. А что получить? Награду. Награду. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения награды тленной, по-другому, витсан тленного. То есть награды тленной. Это, допустим, в те времена, когда проходило соревнование, давали лавровый венец такой. Это как бы короновали победителя. И потом его сажали на такую красивую колесницу и по всему городу везли. И весь город ему аплодировал, как царю. Вот такая была награда. Это был знаменитый человек. И все потом видели этого человека, почитали его, уступали место. Он мог заходить без QR-кода, куда хочешь. Все у него уже, вот все было. Классно. И он дальше говорит, вот такой, они вот такие вот люди, спортсмены, они бегут вот для такой награды. Он говорит, а мы ради нетленного венца. У нас есть награда, братья и сестры, за нашу жизнь. Ты страдаешь, ты идешь. Тебе плохо, но послушай, у тебя есть награда. Вечная жизнь. И дальше он говорит, и потому я бегу. Почему потому? Потому что есть награда. Как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабо проповедую другим самому не остаться недостойным. То есть самому, другими словами, не остаться ненагражденным. Посмотрите, Павел пишет, что нам уготовлена награда, жизнь вечная, нетленный венец. И он говорит, что хочет быть достойным этой награды. Он размышляет именно, размышляет, а наград стоит ему, что она есть, что он еще ее не получил, но он к ней стремится, он размышляет об этом, и это дает ему силы усмирять свое тело. Друзья, важно думать о награде. Мы проходим разные периоды своей жизни, и тогда, когда вам сложно, задумайтесь, что если вы устоите, если вы пройдете, есть награда. И цена этой награды бесценно, друзья мои, бесценно, жизнь вечная бесценно. Посмотрите, Слово Божье также говорит, Откровение 21.7. Здесь сказано, что награда за победу – наследие всего царства. Награда за победу. Побеждающий становится Божьим сыном, а значит, и наследником. Только сыновья являются наследниками, рабы наследниками не являются. Сыновья являются наследниками. И надо ощущать себя так. Бог тебя усыновил. Бог тебя принял в твою семью. Ты сын и дочь его. Но вопрос в том, как ты себя ощущаешь. Ты можешь быть в семье Божьей и быть, как старший сын, который трудится на полях, но не ощущает себя принятым отцом. И поэтому не может пользоваться его наследием. Ты принят в Божью семью. Ты царственная особа. Ты наследник. Ты сын. Ты дочь. И все, что принадлежит Господу, принадлежит тебе по праву. Наследство. Халилюя. Воздайте ему славу. Второе, что мы здесь видим. Поведение Давида. Его возмутило само поражение. Его возмутило то, что Голиаф вышел на израильскую армию. Он так и говорит, кто этот чувак вообще необрезанный? Он прям так и говорит, в современном переводе так и написано. Кто вообще? Понимаете, вот нас должно возмущать само поражение в сражении. Тебя должно возмущать не потому, что ты крутой. Он говорит, кто этот человек необрезанный? Он понимает, что у Израиля есть завет с Богом. Что Израиль, вся армия, которая здесь стоит, в принципе, воюет не своей силой, а силой Бога, с которым она в завете. Вся армия в завете. Бог сказал, я буду воевать за вас. А они испугались. То есть, они испугались даже не за себя. Они испугались за Бога. Это недоверие Богу. Вот этот испуг, который мы имеем, проходя разные сложные обстоятельства, это недоверие Богу. Нет, я доверяю Богу, но я только боюсь. Ты не доверяешь. И через это выражаешь. И он возмутился. Он говорит, вообще, кто этот необрезанный? Он вообще ненормальный? Вот такое возмущение у него было. Это, представьте, вот вы смотрите самого сильного бойца какого-нибудь по боксу или ММА. Как там правильно? Я не смотрю. Ну, короче, так как-то правильно. Вот этих соревнований. Я для мужчин сейчас говорю, для мужчин. Вы смотрите, вот самый титулованный, не знаю, кто там самый титулованный, последний или первый император, не знаю. Ну, вот этот самый титулованный боец, сильный, у него там репутация, все пояса. И вдруг выходит против него, не знаю, кто он, Денис наш Тришкин. Играл, играл на гитаре, вдруг его тут обидел Владимир Чеснов. И он говорит, пойду в соревнования, выйду за чемпионский пояс буду. И мы такие смотрим телевизор, включаем, смотрим, чемпион его представляет, пояса там показывают. И Денис Тришкин вышел такой, в трусах широких, перчатки висят, сзади гитары еще. Какая у вас реакция будет? Вы скажете, Денис, ты куда? Дайте мне телефон, я Денису напишу. Денис, давай уходи, это чемпион. Мы возмутимся. Почему? А потому что мы знаем силу этого чемпиона. Мы понимаем, чем закончится этот исход. Мы понимаем, что все, Денис больше в группе играть не будет. Мы его потеряли. И мы его, мы возмутимся. Вот так же возмутился Давид. Он говорит, вообще он ненормальный, вот этот гляб. Да неважно, какой у него рост. Да неважно, какая сила. Он вышел против армии, на чьей стороне сражается Бог. Нас должно вот так же возмущать наше поражение. Наша плоть нам будет говорить. Помните, я в послушании говорил, как говорит плоть, как говорит дух. Наша плоть нам будет порой говорить, ты куда? Ты куда? А дух должен возмущаться. Кто вышел на меня? Это болезнь. Вот это безденежье. Кто вышел на меня? Это возмущает меня. Я сейчас вступлю с ним в сражение. И обязательно одержу победу. Аллилуйя. Аминь. Воздайте Богу хвалу. Если мы хотим побеждать, если мы хотим побеждать, друзья мои, мы должны быть возмущенными, возмущенными самой идеей о поражении. И мы должны быть, мы должны видеть награду, обращать внимание на награду. А теперь посмотрите, что дальше написано в Священном Писании. И сказал Саул Давиду, это было вступлением к моей проповеди. Сейчас я начну проповедовать, как быть победителем. И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти, это 17 глава, 1 царств, с 33 стиха я читаю. 1 царств, 17 глава, с 33 стиха. И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним. Ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва и медведи убивал раб твой. И с этим филистимлянным, необрезанным, будет то же, что с ними. Потому что так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид, Господь, послушайте фразу, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. Аминь. Как же быть победителем? Первое, что сделал Давид, помимо того, что я уже сказал, он имел твердое решение вступить в сражение. Если ты хочешь быть победителем, имей твердое решение вступить в сражение. Не ситуация должна тебя вынуждать. А ты, видя сопротивление, видя врага в своей жизни, должен быть решим, чтобы вступить с этим врагом в сражение. Не просто ждать, когда он уйдет, а может быть пройдет мимо, а может быть это меня не коснется. Но если видишь, что на тебя идет что-то, восстает на тебя болезнь, может быть какой-то непорядок в семье, с твоими детьми, не важно, что это, безденежье, ты должен быть полон решимости встать против этого, встать против этого в сражение, войти в сражение. Давид так делал, он был настроен. Мы видим, что царь Саул отговаривал его и говорит, послушай, тот, против которого ты идешь, гораздо сильнее тебя. Но мы видим, что Давид не дрогнул. А раньше по тексту брат его родной, Елеаф, также хотел его отговорить от сражения. Он говорит, ты гордый сердцем, я знаю тебя, ты гордый сердцем, твое сердце превозносится. Но опять же, Давид не согласился. Сказано, он отстранился от своего брата. Послушайте меня, когда у вас будут вызовы в жизни, и вам надо будет вступить в сражение, рядом с вами будут люди, которые будут вас отговаривать от этого. Это будут ваши близкие люди. Это будут жены, мужья, может быть, дети, еще кто-то. Они будут вам говорить, что вы из себя возомнили. Да с этим невозможно сразиться. Да то, что на тебя восстает, гораздо сильнее тебя. Послушайте, имейте твердое решение. Имейте твердое решение. Когда вы противостоите врагу твердой верой, и имейте решительность для того, чтобы вступить в борьбу, враг еще до сражения от вас убегает. До сражения. Любой, кто занимался единоборствами, он знает, что самое страшное, это вот перед боем. Потом, когда ты вступаешь уже в драку, там уже все равно, кто кому нос сломает. Там уже адреналин, там уже захватило. Послушайте, не вступите в сражение, проиграли. Вступите в сражение, уже 50% успеха. Второе. Давид использовал опыт прежних побед. Используй опыт прежних побед. У тебя есть в жизни опыт. Он говорил, послушайте, я медведей и льва побеждал. Если я их побеждал, то я над ним одержу победу. Чуть не проговорился, чуть не сказал победю. Все бы потом. Он так и говорит. Он говорит, у меня есть опыт прошлых побед. Когда я смотрю на свою жизнь, то я вижу, что я одерживал победу. Может быть, мне и так же было страшно перед сражением, но я прошел это и одержал победу. Ты посмотри на свою жизнь. И в твоей жизни тоже есть такие ситуации, где тебе может быть вступать в сражение. Было страшно. Ты сравнивал себя и то, что восстает над тебя и говорил, насколько это сильнее меня. Но потом, по истечению какого-то времени, ты видишь, ты вышел из этого победителя. Так и сегодня. А ты знаешь, что сначала ты учишься побеждать на более слабых, не себя, а более слабых, чем другие соперники, противников. Бог, Он померит твоего возрастания. Он смотрит, ты здесь победил, дает тебе чуть посложнее, здесь победил, еще посложнее. Некоторые думают, он победил какого-то незначительного врага. Субтитры создавал DimaTorzok